Субтитры создавал DimaTorzok Готовит Кремль прямое вторжение в Украину, как об этом заявляют на Западе? Или подобных планов все-таки нет? Неясно. Москва требует непринятия Украины и других постсоветских стран в НАТО, но НАТО не может давать подобные гарантии в обход самих заинтересованных государств. Глава российского МИДа в ходе сегодняшнего интервью назвал заявления, разные заявления главы Альянса Столтенберга, не очень адекватными. Вместе с тем сообщил, что обсуждение предложений России с США и НАТО пройдет в начале следующего года. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов. И вот по итогам очередного контакта, по сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон. После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО. Понятно, что российские официальные лица обостряют ситуацию до предела. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу обвинил США в отправке в Донбасс химоружия и подготовке провокации. А Владимир Путин подтвердил требования к НАТО по гарантиям безопасности. Напомню, предложения России к Альянсу и отдельно к Соединенным Штатам Америки были переданы заинтересованным сторонам. Однако на Западе дают понять, что позиция Москвы поддержки не найдет ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Командование Альянса в связи с кризисом вокруг Украины впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность сил быстрого реагирования в составе 40 тысяч человек. Об этом сообщает издание Вельт со ссылкой на информированный высокопоставленный источник. Степень готовности повышена также у сил специальных операций и логистических служб. Ситуация выглядит крайне устрашающе. Давайте послушаем, что говорят в Вашингтоне. Мы абсолютно солидарны и находимся в координации и консультациях с союзниками и партнерами. Мы ничего не делаем без них, и мы посмотрим, что будет делать президент Путин. Я думаю, что мы должны посмотреть, есть ли в первую очередь какой-либо прогресс в переговорах. Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряжение и отвела войска от границы с Украиной. При таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем когда происходит эскалация, а не деэскалация. Да, вот очень важно, что Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов, говорит о встрече Путина и Джо Байдена, президента Соединенных Штатов, как о чем-то нерешенном, хотя в Москве неоднократно заявляли, что, возможно, еще одна такая телефонная видеобеседа, по словам госсекретаря, до тех пор, пока не наступила разрядка на границах Украины, где, напомню, сконцентрированы десятки тысяч, до ста тысяч российских военнослужащих, до тех пор, пока эта разрядка не наступит, разговаривать не о чем. Я напомню, что Путин и Байден встречались в июне в Женеве, там долго разговаривали, потом они общались по видеосвязи, совсем недавно, два часа продлилась их беседа, и, судя по всему, не привела к каким-то желаемым результатам, желаемым как для одной стороны, так и для другой. Именно поэтому сейчас в Вашингтоне не уверена, что есть смысл в дальнейших переговорах, до тех пор, пока Россия не отведет свои войска от Украины. Со мной на связи Раса Югнявич, член Европарламента и бывший министр обороны Литовской Республики. Раса, здравствуйте, рада приветствовать Вас в эфире «Дождя». Здравствуйте, мне тоже приятно. Очень рада Вас видеть. Смотрите, ну, как реагировать, на Ваш взгляд, на происходящее? Сегодня стало известно, что одна из балтийских стран готова оказать Украине уже и военную, и невоенную помощь. Делается много заявлений о том, что будет усилена группировка НАТО в Восточной Европе, в частности, в Литве, Вашей родной. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять как раз вот Западу, Европейскому парламенту, руководителям европейских стран, для того, чтобы избежать дальнейшего обострения? В первую очередь, я хочу сказать очень четко и ясно, что никто не угрожает России, кроме самого режима Путина. Самая большая угроза идет от диктатур, от таких клептократических режимов, и самому режиму угроза идет от того, что и такие народы, как белорусы, я думаю, и россияне хотят перемен. Украина уходит по европейскому пути, и сам Путин сделал так, чтобы Украина еще больше хотят в НАТО, хотят в Европейский Союз. Вот эта угроза, и эта вся ложь, вся эта операция, искусственно создаваемая вокруг границ России, конечно, мне напоминает историю 1939-1940 год. И, конечно, все принимают это серьезно, потому что все понимают, какого типа режим в Кремле, режим из бывшего КГБ, который знает, как делать такие провокации, как делать такие операции, активные мероприятия. Об этом они учились, это они создавали сами. И что надо делать? Надо, в первую очередь, не бояться. Я думаю, что Путин угрожает, потому и Кремль, чтобы мы все тут боялись. А НАТО сильнее, мы все сильнее, и знать надо, что мы никому не угрожаем, и мы сами не должны подаваться под той ложью, которая идет сейчас из Кремля. И, конечно, мы будем помогать Украине, будем помогать столько, сколько мы можем. А как помогать, раз, если можно уточнить. Сегодня я говорила с Алексеем Чепой, это депутат Государственной Думы, я его еще процитирую, с вашего позволения, чтобы вы ответили на его доводы. Но до того, он говорит, НАТО не будет ввязываться в эту войну. НАТО толкает в эту войну Украину, потому что, мол, это для Североатлантического альянса пушечное мясо. Примерно так. Как можно помочь Киеву, чтобы, во-первых, избежать этой войны, а если она неизбежна, оказывать сопротивление, с вашей точки зрения? Вы знаете, в первую очередь, то НАТО никуда никого и ничего не толкает. Украинцы сами хотят подальше от кремлевского режима. А наоборот, у меня много, как бы сказать, я озабочена тем, что в НАТО нет политической воли и не было политической воли принимать такие государства, как Украина, Грузия, раньше. Вот в 2008 году, я думаю, была сделана ошибка, что не были приглашены эти государства. На саммите в Бухаресте, когда они могли получить план действий по членству. Да, план действий по членству. Я думаю, это была ошибка НАТО. Я думаю, что Путин думает, что вот Запад такой слабый, и поэтому такие шаги принимает. Но я не думаю, что Запад слабый. Я уже давно не видела такого единства, с которым сейчас выражается, как бы сказать, или посылает месседжи к Кремлю и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов. И вот министр обороны новый из Германии приезжала в Литву, где тоже войска Германии у нас работают вместе с нами и с другими государствами. И все посылают то же самое, что мы будем отвечать очень строго. Насчет того, что не будет там НАТОвских солдат в Украине. Ну, конечно, Украина не является членом НАТО, к сожалению. Но я уверена, что будет. Может быть, Путин и поможет. Еще больше поможет Украине стать членом НАТО в будущем. То есть, если вот так давить, если требовать не принимать Украину в НАТО, то НАТО может поступить как раз наоборот? Ну, я думаю, что не будет другого выхода. Просто такое объединение сейчас мы видим. И мы видим, что и в Украине больше и больше людей хотят в НАТО. Я думаю, что вот эти шаги, которые принимает сейчас Кремль, это начало конца. Может быть, нелегко сейчас это пока что понимать. Но я думаю, что вторая волна, как бы сказать, то, что случилось с Советским Союзом вот 30 лет назад, случится и с таким режимом, которым руководит сейчас Путин. Наверное, это будет и крови, я не знаю. Я не хочу этого. Никто не хочет войны. Но когда слышишь лидера Российской Федерации, государство с ядерным оружием, когда ихние кремлевские пропагандисты цитируют, делают цитаты президента, как, ну, как бы сказать, такие, которыми выражаются только бандиты, я бы сказала. Он и сам говорит, это выучил на улицах Петербурга и Ленинграда тогдашнего, что вот, мол, если драка неизбежна, бей первым. Но драки не надо, потому что драку, эту саму драку организуют как раз те бандиты, извините, которых и, которыми цитатами, которых живет вот лидер этого государства, к сожалению. Да, это цитата Путина, она 2015 года. Расли, я бы хотела с вами вместе посмотреть буквально коротенький фрагмент выступления Алексея Чепы из Государственной Думы в нашем эфире дневном и вот прокомментировать. Давайте посмотрим. Вина, потеря вот этой вот какой-то стабильности, гарантии, то, что за последние годы Соединенные Штаты практически вышли из всех договоров и сегодня нету никаких ограничений для дальнейшего развертывания вооружений около наших границ. Это, естественно, нас волнует, потому что происходит дальнейшее расширение НАТО на восток и это не может не вызывать ответную реакцию. Поэтому я не знаю, если вы не видите никаких событий, то это очень обидно. События происходят и происходят регулярно. Вы видите, как за последнее время, какая концентрация украинских войск у границы с Донецком. Те заявления, которые мы слышим от политиков с Киева, не могут оставлять нас равнодушными и мы не можем молчать. И мы вынуждены оказывать определенные действия, в том числе и проводить какие-то военные сборы, потому что концентрация и наших войск существует при этом, потому что мы должны реагировать на это. Не можем оставаться безучастными. Да, не можем оставаться безучастными. Нас волнует концентрация войск с украинской стороны. Раса, вы слышите эту позицию? Российская сторона в который раз заявляет о том, что угроза как раз исходит со стороны НАТО и Украины. Ну, мне просто смешно. Знаете, я вспомнила басню Крылова, наверное, про ягненка и про волка. Когда волк обвинял ягненка, что вот почему он должен съесть ягненка, потому что, ну, просто потому что он есть. Если я хорошо помню свои школьные года. Это и сейчас то же самое. Ведь даже трудно и сравнивать то, какие цифры и какие войска, например, и у наших границ, у границ бальтийских государств, и что есть у нас. Это ведь открытые данные. И то, что есть в Калининградской области, и то, что есть в Псковской области, и то, что есть у границ Украины, и какие угрозы приходят. Так что это несравнимо даже. Вы имеете в виду, что российское присутствие и концентрация российских войск больше, чем на Атольском границе? Конечно, конечно. Это даже, конечно, сейчас лучшая у нас ситуация после аннексии Крыма. Но вот как раз Путин и потолкнул и нас, и НАТО на то, что мы должны обороняться. Никто не хочет этого. Я бы, была бы, если была бы моя воля только, я думаю, что Балтийское море, кстати, оно могло бы быть морем мира. Потому что мы, литовцы, латыши, эстонцы и поляки, мы никому не угрожаем. России тем более. Так что это все ложь. Это такой КГБ-шный ложь, которого даже не было в Советском Союзе, которого я еще помню. Спасибо вам. Спасибо за участие в эфире. Тараса Юкнявича, член Европейского парламента, бывший министр обороны Литовской Республики. ДОЖДЯ ДОЖДЯ